Новости регионного эфира. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. Расскажем о заметных темах и событиях понедельника. И начнем с кадров из Северодвинска. Сегодня на Севмаше состоялась торжественная церемония закладки двух многоцелевых атомных подводных крейсеров Воронеж и Владивосток. Это корабли с гиперзвуковым оружием проекта «Ясень-М», спроектированные Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит». В церемонии принял участие в рио губернатора Александр Цибульский. С одной стороны, это укрепление нашего флота, которое вызывает трепет и тревогу нашего противника и гордость у всех нас. С другой стороны, это на долгие годы создание высокопроизводительных рабочих мест в нашей области. По видеосвязи за закладкой атомных подводных лодок Воронеж и Владивосток в Северодвинске наблюдал президент страны Владимир Путин с рабочей поездкой и находится в Керчи. В приветственном слове он отметил, что предприятия и отрасли загружены заказами на годы вперед. Мы гордимся профессионализмом и мастерством тех, кто в Керчи и Северодвинске, в Санкт-Петербурге и Калининграде, в Большом Камне во Владивостоке, в Нижнем Новгороде, в Зеленодольске, в Астрахани, в других наших предприятиях строит отечественный флот. Также по видеосвязи глава государства увидел закладку фрегатов адмирал Юмашев и адмирал Спиридонов в Санкт-Петербурге. К другим темам. Жаркие июльские дни вновь становятся поводом поговорить о безопасности отдыха у воды. За выходные три гибели во время купания. Для профилактики ГИМС снова выходит в рейды, а полиция разбирается с теми, кто на спор пытался совершить алкозаплыв. Все детали у Алексея Шемякина. Погода повышает градус. Делает это, увы, и алкоголь. Двое мужчин в Архангельске перед купанием употребляли спиртные напитки. В итоге оба заплыва у острова Краснофлопске и поселка 14-го лесозавода закончили трагично. Еще один случай в выходные на реке Вычигда. Котлашанин не справился с сильным течением. Поиски тела продолжаются. На полной скорости катер ГИМС мчит патрулировать акваторию Архангельского порта. Помогают бойцы отряда «Поморспас» и сотрудники Красного Креста. Представители отряда «Поморспас» уже не первый раз выходят совместно с сотрудниками ГИМС на патрулирование акватории Северной Двины. Сегодня я уже вышла в рейд второй раз. И особое внимание на этот раз мы уделяли безопасности детей на воде. Ведь на воде погибло уже семеро детей за этот сезон. Основной причиной, со слов спасателей, остается отсутствие контроля со стороны взрослых. Известны случаи, когда ребенок тонул буквально в паре метров от своих родителей, отдыхающих на берегу. В Архангельске нет специально оборудованных мест для купания. Но у выхода в воде можно встроить много отдыхающих. Важно, чтобы люди знали, как вести себя у воды, как помочь утопающему и оказать первую помощь. Конечно, не факт, что все отдыхающие на диких пляжах решатся открыть купальный сезон. Но порой беспечности русский авось как раз и оборачиваются трагедией. Также у нас заключаются разъяснительные работы судоводельцами на тему безопасного поведения в летний период на воде. Впрочем, курортная погода будет недолго. Уже со среды столбик термометра начнет опускаться до плюс 18. В регион придут дожди и грозы. Однако больше беспокоит не погодный, а злочастный алкогольный фактор. Есть и случаи из ряда трагикомедий. В воскресенье спасателей на берег доставили мужчину, который поспорил с товарищем, что переплывет двину в районе ЖД моста. Установлено, что это был нетрезвый заплыв. Марафонец финишировал в отделе полиции. Алексей Шемякин, Артемий Заварзин, Регион 29. 5 миллионов рублей перевела мошенникам Архангела Городка. И это за один день. Все по отработанной схеме. Неизвестный позвонил, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что деньги женщины кто-то пытается обналичить. Чтобы обезопасить сбережения, он предложил перевести их на резервные счета. Поверив мошенникам, женщина обналичила все свои денежные средства и при помощи банкомата перевела их на номера счетов, которые ей продиктовали по телефону. В общей сложности она лишилась порядка 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, но раскрываемость таких преступлений ничтожно мала. Как правило, мошенники находятся в соседних регионах. Их схемы все изощреннее, при этом выглядят весьма правдиво. Только за истекший период июля зарегистрировано более 170 таких фактов, в результате чего потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 15 миллионов рублей. Помните, никто не вправе требовать ваши персональные данные, пин-коды карт. Никаких резервных счетов для сохранности денег нет. Это все уловки мошенников. Звоните только по номерам, указанным на обороте вашей карты, и уточняйте, все ли в порядке с вашими счетами. Архангельская область может стать пилотным регионом в развитии деревянного домостроения. Инициативу озвучили на совещании по развитию российского леспрома. Оно прошло в Устьянах под председательством вице-премьера правительства страны Виктория Абрамченко. Рассказывает Анна Рязанова. Правительственные делегации и чиновники высокого ранга в Устьянах гости частые. Но к их приему лесники не готовятся. Образцовое производство – это ежедневный стандарт для группы компаний Олка. Инвестициями здесь озабочены не меньше, чем созданием условий труда. На делянке инфраструктура почти городская. И обед по расписанию. Сегодня вот суп с щи на обед. Утром была каша рисовая, а вечером будет гуляш с макаронами. А силы лесникам, конечно, нужны. У лесоперерабатывающего завода мощность 750 тысяч кубометров пиломатериала в год. У пилетного 150 тысяч тонн гранул. Прекрасная база для новых, прежде всего, социально значимых проектов. Вице-премьер Виктория Абрамченко предлагает сделать регион пилотным по реализации проектов деревянного домостроения. Я очень положительно к этому отношусь. Такие проекты нужно обязательно развивать. Это должно быть малоэтажное строительство. Больше оно должно развиваться в районах. На сегодня, например, очень большая программа по ветхому жилью. В ходе совещания по вопросам развития ЛПК в России шла речь о корректировке мер господдержки промышленников. По мнению Александра Цибульского, они должны быть долгосрочными и не претерпевать постоянные изменения. Это порой губит перспективные планы, в том числе по лесовосстановительным работам. Обсудили вопросы поддержки наших крупных и средних и малых предпринимателей в рамках приоритетных инвестиционных проектов. Там тоже есть некоторые моменты, которые, как нам кажется, нуждаются в дополнительном регулировании. Или как минимум не дают использовать эти инструменты на 100%. Тоже, мне кажется, наши предложения были услышаны и взяты в работу. Фрио губернатора обратился к вице-премьеру с предложением активнее вовлекать в обсуждение вопросов глав регионов, территории которых обладают серьезными запасами лесных ресурсов. На совещании прозвучал и ряд других интересных идей. У меня возникла идея создать бизнес-школу, в которой вот такие лучшие практики будут отрабатываться пошагово, для того, чтобы наши предприниматели максимально эффективно вкладывали свои средства в лесопромышленный комплекс. Здесь очень много нюансов. Можно сэкономить большое количество ресурсов и точно так же заработать, зная нюансы, больше средств. Достигнуто и договоренность создать межведомственную рабочую группу при Министерстве промышленности и торговли, участником которой обязательно станет наш регион. Кроме того, Александр Цибульский и вице-премьер Виктория Абрамщенко в ближайшее время проведут совещание о первых результатах реформы обращения с отходами. Анна Рязанова, Артемий Заварзин, Ирина Марчик, Регион 29. И как раз о том, что реформу ТКО и работу рекоператора обсудят на федеральном уровне, Александр Цибульский говорил сегодня на планерке в правительстве региона. Все жалобы по работе рекоператора компании «Экоинтегратор» власти фиксируют. Среди наиболее частых претензий северяне называют несвоевременный вывоз мусора. Надо через публичные слушания это все, значит, обсудить с населением. Значит, вопрос, понятно, что такой больной и всегда очень сложный, но, тем не менее, нам надо уже один раз договориться, потому что нам надо свою собственную систему обращения с нашими отходами уже налаживать. И поэтому нам нужен какой-то общественный консенсус. Также Александр Цибульский поручил в кратчайшие сроки доработать территориальную схему обращения с ТКО, рекоператору приступить к реализации инвестиционной программы, а Министерству природных ресурсов и ЛПК и местной власти взять этот вопрос на более строгий контроль. Далее небольшой перерыв на рекламу, а после продолжим. На ваши цветы засматриваются все соседи, а в теплице самый богатый урожай. Тогда этот конкурс для вас. Газета «Правда Севера» и торговый комплекс «Мега» организовали фотосостязание «Лучший садовый участок-2020». Принять участие может каждый житель Архангельской области. Сделать это крайне просто. Прислать не менее двух фотографий своего участка по адресу город Архангельск, проспект Тройский, 52, офис 1308 или на электронный адрес портал собакоправдосевера.ру В теме письма указать на конкурс. Победители ждут поистине ценные призы от торгового комплекса «Мега». Одно из наших направлений торгового комплекса «Мега» является дача. Поэтому и подарки, и призы от нашего торгового комплекса будут актуальны для победителей «Лучшего садового участка-2020». Хочу напомнить, что мы дарим сертификаты на 5, 10 и 15 тысяч рублей. С их помощью победители и призеры смогут воплотить в жизнь на своем участке самые грандиозные планы. Подробную информацию о конкурсе «Лучший садовый участок-2020» можно узнать по номеру 8 902 703 93 03. Спасибо, что вы с нами. Продолжаем рассказ о темах этого понедельника. В регионе 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Большинство из заболевших вновь в Архангельске. Также на сегодняшний день подтверждено 57 смертей. Подкрепленные неутешительные статистикой в областном центре продолжает действовать масочный режим. На транспорте для водителей и кондукторов он обязателен, в магазинах для всех. Очередной проверочный рейд прошел в Соломбальском округе. Сотрудники администрации вышли в него вместе с полицией. Мы проверяем предприятие торговли, общественного питания, бытового обслуживания на соблюдение всех этих правил и мер. То есть наличие индивидуальных средств защиты как у покупателей, так и у сотрудников предприятий. Наличие санитайзеров, средств для обработки рук, объявлений при входе в объекты. Как выяснилось, коронавируса боятся не все. Комиссия обнаружила, что на некоторых объектах продавцы сняли маски буквально только что, а перчатки куда-то затерялись. Здесь хочется напомнить, что нарушение влечет за собой штраф до 30 тысяч для физических лиц и для юридических до 300 тысяч. Реформа по обращению с твердыми бытовыми отходами постепенно приходит и на труднодоступные территории. На очереди Мизинский район. Как относятся к нововведениям местные жители, узнал Алексей Макиев. Этот мусоровоз теперь часто можно увидеть в разных уголках Мизини. Дважды в неделю он повторяет свой маршрут по определенному графику. А люди уже ждут и несут мешки и пакеты с твердыми бытовыми коммунальными отходами. Кому-то бестарный сбор мусора нравится, кому-то не очень. Зато у регионального оператора компании «Экоинтегратор» есть возможность изучить мнения и учесть их в дальнейшей работе. Контейнера, чтобы я мог в любое время выбросить этот мусор. К концу этого года в Мизинском районе появится 60 контейнерных площадок. 114 новых контейнеров уже закуплено. Они будут останавливаться в ближайшее время. Еще 114 планируется приобрести на сэкономленные средства. Контейнера расставим, там видно будет. А сейчас пока так работаем по бестарке. И мусора много. В Мизинском представительстве «Экоинтегратора» в первый же месяц работы двери не закрываются, телефон не умолкает. Каждый вопрос решается индивидуально. К примеру, в квитках бывает вписано больше жильцов, чем есть на самом деле. Вроде и платить надо больше, а бывает и наоборот. Неправильно, пришла квитанция. Мало человек вписано. Больше всего, конечно, вопросов по оплате услуг и датам, с которых они начали оказываться. Ведь в самой Мизине, Каменке, Селе, Дорогорском и прилегающих деревнях еженедельные визиты мусоровоза начались в разное время. А в счетах автоматически был указан февраль. Будет сделан перерасчет, то есть гражданам подходить по этому вопросу, писать заявление конкретно не надо. Обещали все пересчитать. С каждого дома отдельно, какой месяц у них начался вывоз. По частному жилому фонду у всех квитанции начислены с июня. Сейчас в Мизине собираемые отходы свозятся на старую городскую свалку. Но вскоре она будет рекультивирована. Согласно схеме ТССО, свалка должна быть рекультивирована в 2023 году, где вывоз ТКО и мусора с города Мизинь и избежащих сельских поселений будет осуществлен в село Дорогорское. Кроме этого, вблизи сел Жерти, Бычи будут организованы объекты обработки отходов. В Каменке, Ручьях и Койде вывоз мусора сегодня возможен только авиасообщением. Поэтому решить вопрос с утилизацией ТКО помогут современные пресс-компакторы и установки для компостирования. Алексей Макеев, Николай Акулов, Регион 29. В Архангельске стартовала последняя неделя приема заявок на участие в муниципальной программе по благоустройству комфортной городской среды. Заявления ждут от всех желающих сделать свой двор современнее и красивее. Заявки принимаются до 27 июля. Проектно-сметную документацию нужно предоставить до конца лета. Необходимо собрать общее собрание жителей с участием управляющей компанией, либо ДСЖ. Активный житель избирается как податель заявки. Перечень документов к заявке размещен в порядке отбора дворовых территорий. По всем вопросам обращаться в отдел благоустройства 607-431. Там вам ответят на все вопросы. Заявка подается в соответствующий территориальный округ муниципального образования города Архангельск. Идеи, прошедшие отбор, будут воплощены в жизнь уже в следующем году. Напомню, что в 2020 по программе благоустройства преобразятся 16 дворовых территорий, а за весь период действия проекта в Архангельске обновились 53 придомовых участка. Архангельская область – чистый регион. Он сегодня ровно месяц, как стартовал эко-проект, предложенный в Рио губернатор Александром Цубульским. В этот раз активисты наводят порядок сразу в трех районах, а желающих присоединиться к акции с каждым днем все больше. Подробности у Александра Богдановича. Один из субботников прошел в Вейском районе. Активисты движения «Чистый регион» прошли вдоль лесополосы в деревне Неклюдовской. Заявочка поступила от местных жителей, потому что некоторые здесь совершают пробежки и видят эти кучи мусора, с которыми справятся просто не в силах самостоятельно, и поэтому позвали нас на помощь. Александра Писякова уже три года подряд выезжает на природу убирать мусор и считает, кто, если не мы. Для меня это в радость даже, я бы сказала, приносить пользу окружающей среде, прибирать то, что оставили другие люди. Если люди так и продолжат засорять, нам жить-то где? В помойке. Проект «Чистый регион» поддержали и в Устьянском районе. Там активисты провели уже два субботника. Я пришла, чтобы другие люди поняли, что нельзя разбрасывать, что за них собирают другие люди. Территории для уборки волонтеры выбирают сами и берут самые захламленные места. Пытаются убрать даже многолетние несанкционированные свалки. Одна из таких была недалеко от храма Казанской Божьей Матери. Мусора очень много, очень много свалок, и наша цель – сделать так, чтобы их не было. То есть мы хотим ликвидировать абсолютно все свалки, все места, в которых много мусора. И хотим, чтобы к нашей акции и к нашим субботникам присоединялись всё больше и больше людей. Ко всему этому уборка мусора приносит не только пользу природе. Активисты на таких акциях заводят новые знакомства, общаются и просто хорошо проводят время. Так Татьяна Уварова приехала из Санкт-Петербурга в Усть-Яны на отдых. Узнав об эко-акции, сразу решила прийти на помощь со своей дочерью. Мы решили с дочкой прийти к вам и помогаем сегодня немножечко убирать мусор. Мы за чистоту, за красоту, за коллектив самое главное, где можно познакомиться с людьми. Конечно же, когда людей чего-то объединяет. В посёлке Октябрьском и его окрестностях ещё много несанкционированных свалок. Эко-активисты планируют проводить подобные субботники всё лето. Александр Богданович, Ирина Марчик, Анатолий Квасков, Регион-29. Сегодня утром в Красной пристани в Архангельске пришвартовалась большая арктическая регата. Её участники прибыли на борту яхты «Мария». Экспедиция стартовала 5 июля из Санкт-Петербурга и уже побывала в Шлиссельбурге и Кижах. После остановки в столице Поморья команда отправится в Мурманск за ходом на Соловки, а затем на Нинмар. Всего за время экспедиции «Мария» пройдёт 1200 морских миль. В 2021 году регата отправится по маршруту Мурманск на Нинмар-Мурманск. А сегодняшний поход – это подготовка к большому плаванию. Отдых на воде, он доступен. И этот отдых доступен широкому кругу участников. И это должно развивать экономику территорий. А это что значит? Это не просто спорт, это строительство маломерных судов. Это их коммерческая эксплуатация. Это туристы. Это прибрежная инфраструктура. Результаты похода 2020 года помогут в развитии инфраструктуры для маломерных судов и продвижения водного и экологического туризма в арктических регионах, в том числе и Архангельской области. Сегодня Международный день шахмат. Дату не обошли стороной осужденной исправительной колонией на пирсах. Там стартовал ежегодный турнир «Ферзевый гамбит-2020». Он проходит по круговой системе на время. Одна партия, один час. Сильнейшего определяют по количеству очков. В турнире приняли участие 18 осужденных. Шахматист-победитель получит переходящий кубок, а фото очередного лидера поместят на стенде в шахматном клубе исправительного учреждения. Такие новости завтра. Итоги дня вместе с Анной Рязановой. Не пропустите и будьте здоровы.